В этом году мы отметили 20-летие Большой Алии из бывшего Советского Союза. А в нынешнем году исполняется 20 лет так называемым Беловежским соглашением, положившим конец этому самому Советскому Союзу. Эти два события, конечно, тесно взаимосвязаны. «20 лет без СССР» – так называется новый документальный сериал, снятый кинематографистами, выходцами из бывшего Советского Союза. Репортаж Сергея Гранкина. «Говорят, что можно вывести девушку из провинции, но невозможно вывести провинцию из девушки. Наверное, именно поэтому израильскому кинодокументалисту Александру Генделеву пришлось доказывать вот это вот спорное утверждение на протяжении 14 серий. Получился сериал или нет, сначала узнают израильтяне, ну а затем весь русскоязычный мир». Закрытый для широкой публики показ первой серии картины состоялся на этой неделе в Сельяевском музее Рецисраэль. Телезрителям придется подождать еще две недели, но, судя по всему, оно того стоит. Фильм построен на уникальных, можно сказать, исторических видеоматериалах, многие из которых никогда и нигде не демонстрировались. «Вызываю наших доблестных воинов привезти сюда, войска, танки, для того, чтобы штурмом взять Кребель с унарпатором, бывшим преступником Ельцами. Ельцам сегодня не долго быть заключен под властной тяжелой. Все его продажные клики должны быть заключены под земелья». «Я тупо, даже если это мне не нужно было по договору с каналом, я снимал. Никто меня не просил снять в 96-м году Березовского. Я его снял. Никто меня не просил снять в 96-м году Малкина. Я его снял. Никто меня не просил снять там этого, этого, этого. Я их снимал. Была возможность, есть в дне, ну, в 24 часа. Мы работали по 18, по 20 часов съемочных часов. И снимали, и собиралась композиция какая-то. А потом я понял, что я сижу на золоте. Это больше тысячи часов, которые в какой-то момент превратились в этот сериал. Потому что много было неиспользованного. Было использовано процентов, ну, скажем, 7, 6, 8, 10 от силы. А большая часть, она просто лежала. И потом я подумал, ну, жалко. Это было время смены символов. Бигмак в центре Москвы, как красное знамя над Рейхстагом. Штандарт завоевателя. Очереди к нему стали длиннее чередей в Мавзолей к Ленину. Самый ясный признак поражения Советского Союза в Холодной войне. И заказчиков, и продюсера, и собранный Александром Генталевым творческий коллектив объединяет одна общая черта. Все они русскоязычные израильтяне. Но именно в этом, по мнению создателей исторической эпопеи, и заключается секрет успеха. Мы достаточно отстранены, чтобы видеть это со стороны. И достаточно внутри, чтобы понимать, что там происходит. Я думаю, что ни у кого, кроме нас, русских израильтян, нет такой возможности. Этим, мне кажется, будет интересен, прежде всего, фильм. Потому что, ну ладно, там эти люди известные, они говорят какие-то вещи, может быть, неизвестные. Но более-менее этот материал знаком. Мне кажется, что весь фокус во взгляде. И этот взгляд наш уникальный. Мы имеем возможность сказать больше, чем люди, оставшиеся в России, сегодня могут сказать, могут себе позволить. Мы знаем о том, что происходит, мы следим за событиями. И, в общем-то, мы пользуемся свободой. И опытом нашим новым, нашим демократическим опытом, опытом свободного общества, который дает нам определенное преимущество. И дает нам возможность высказаться и быть объективными. Дать зрителям больше, чем они могли бы, возможно, получить, если бы подобный проект задумал, например, российский гражданин, режиссер в России. Более того, мы скептичны по отношению к тому, что в России покажут этот фильм. Мы, в общем-то, не видим никаких пока признаков того, что это может произойти. Полностью смонтированы только две серии фильма. Даже на премьеру диск везли чуть ли не напрямую из монтажки. Создатели картины поставили перед собой чисто советскую задачу. Во что бы то ни стало, успеть в эфир к юбилею, к 20-й годовщине со времени августовского путча. Первой отворилась Литва. Ее пытались удержать силой, как привыкли. Танками, кровью, ложью, затыканием ртов. Бывший член политбюро ЦК КПСС Борис Ельцин стал президентом свободной и независимой России. Это был знак. Как это часто бывает, скорость была достигнута за счет качества. Наверное, не так уж и важно, что Ельцин никогда не был членом политбюро ЦК КПСС, что зам председателя правительства Российской Федерации Коха зовут не Альберт, а Альфред. И в черно-белом мониторе несложно перепутать литовские флаги с эстонскими. Но Шелленберг не зря говорил Штирлицу. Маленькая ложь рождает большое недоверие. У вас есть какой-то исторический консультант? Или вы, как Ельцин, царь и бог в этом фильме, все решаете сами? Саша просто настолько в теме и столько лет он это снимает, что ему исторические консультанты не нужны. Нет, нет, нет. Не правда, нет, нет. Нет, ну, естественно, я себя проверяю иногда в интернете. Мы с Володей вчера, да, вчера мы записывали переходы, да? Он утверждал там одно, я другое, я до сих пор даже не проверил сегодня. Так мы просто вырезали этот текст и сказали. Не будет этого текста. Не ошибается ли, что кто ничего не делает? А мелкие огрехи зачастую заставляют грамотного зрителя еще пристальнее вглядываться в экран и чувствовать себя полноправным участником этой своеобразной исторической викторины. Мне фильм очень понравился. Для меня, человека, который здесь живет, в Израиле 37 лет, который, правда, смотрел все вот эти события перестроечные, все-таки было свободное относительно время в России, в Советском Союзе частично, я видел все это по телевизору. Но вот этот подход личностный и вот этот подбор героев, действительно, вот как говорилось в дискуссии, людей, которые, в общем-то, делали вот эту перестройку, которые непосредственно участвовали в ней. Израильтянам фильм будут показывать раз в неделю. Просмотр 14 серий растянется на 3,5 месяца. И за это время у всех, кто интересуется историей своей бывшей родины, наверняка возникнет привычка заканчивать рабочую неделю вместе с Александром Генталевым и Владимиром Бейдером. Уважаемые телезрители, в связи с вооруженной осадой телекомпании «Останкино» мы вынуждены прервать эфир.